Янь Ли родилась в Китае. Она вспоминает, что в их доме всегда звучала музыка. Когда девочке исполнился год, друг семьи подарил ей фортепиано. У меня особые чувства к музыке. Когда я полностью окутана ею, полностью сливаюсь с ней, то больше не думаю о технике или о звуке. Это другой мир, великолепное состояние, которое выходит за пределы нашего мира. В 10 лет Янь переехала в Россию. С тех пор у девочки появилось русское имя Лена, которое стало ее сценическим псевдонимом. В Москве она продолжила музыкальное образование. Российские преподаватели раскрыли для нее мир музыки в новом ракурсе. Образование в Китае больше направлено на исполнительское мастерство, а в России оно больше направлено на саму музыку. Здесь считают, что если пианист не чувствует музыку, то такого человека нельзя назвать пианистом. В Москве Лена три года училась у превосходного преподавателя Киры Александровны Шашкиной. Среди бывших учеников этого педагога – всемирно известный пианист, художественный руководитель Российского национального оркестра Михаил Васильевич Плетнев. Во время учебы Лена завоевала награды на двух престижных конкурсах игры на фортепиано. Позже она училась в Академическом музыкальном колледже при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Четырехлетнюю образовательную программу колледжа юная пианистка закончила за полтора года. На выпускном экзамене Лена исполнила токкату Баха. «Бах писал музыку, чтобы прославлять Бога. Я думала о том, что он чувствовал, когда писал свою музыку. Думала, что если у него были слова в сердце, то он общался с Богом через свою музыку. Когда я играла, то с помощью музыки говорила с Богом. Это было так величественно, как будто не имело границ. Я даже не думала о технике исполнения, о положении пальцев или о нотах». Это выступление подарило Лене самые высокие оценки на экзамене и произвело глубокое впечатление на слушателей. «Когда я играла, некоторые зрители плакали, но тогда я этого не знала. Потом увидела, что почти все учителя плакали». Окончив колледж, Лена поступила в Академию искусств Фаитянь в Нью-Йорке. Там ее понимание музыки стало еще глубже. «В Академии Фаитянь я чувствую, что по-настоящему понимаю истоки музыки и божественно вдохновленной культуры. Настоящая классическая музыка должна возвращать людей в чистое и доброе состояние». В 2007 году Лена участвовала в международном турне труппы Шиньюнь. В популярной чикагской газете «Чикаго Трибьюн» о выступлении Лены написали «оглушительная мощь». В 2008 году она выиграла серебряную медаль на китайском международном конкурсе пианистов, который организовала телевидение NTD. Ши Юн Цма была одним из членов жюри этого конкурса. «Мы не просто смотрим на то, как участники исполняют свои произведения, но через их музыку мы можем видеть и мастерство, и нравственный уровень пианиста. В выступлении Янь Ли меня породило то, что в ее музыке видна чистота ее души». Лена считает, что классическую музыку исполнять надо с чистым сердцем, и только тогда она будет полезна для слушателей. NTD, Нью-Йорк, США